Слушайте, реально больные люди, просто больные люди сидят у меня в прямом эфире некоторые, которые не до конца поняли, о чём я говорила. У меня просто моему возмущению нет предела. Ребят, вы мне пишите в директ, мои подписчики там, знакомые знакомых, знакомые отсюда, знакомые из России, пишите о том, как остаться в Америке. И я в эфире сказала, остаться в Америке нужно только легально, ни в коем случае нелегально. Остаться в Америке вы можете по четырём направлениям. Это либо замуж вы выходите или женитесь, либо вы делаете политическое убежище и предоставляете... Ой, я думаю, что так вылилось, вылился баблс. Взял и вылился, и думаю, что так мокро у меня? Кошмар. Я не могу понять, ненормальные сидят люди, не слышат то, что я говорю. Вы можете остаться в Америке только по нескольким направлениям. Это экстраординарные люди, это политическое убежище, это брак, и это студент. Четыре выхода из положения. Я рассказала вам в эфире, как осталась я, что я продлевала визу раз, я продлила визу два, и сейчас я делаю документы по определённому направлению. Когда я это направление всё пройду, я вам обязательно расскажу. И я сказала, что если люди выбирают политическое убежище, то на это они должны предоставить основание американской стороне и объяснить, почему они просят это политическое убежище. Рассказывают о своём происхождении, кто они по национальности и так далее, так далее, так далее. И ждут документов, ждут интервью, ждут и доказывают, что вот так, так и так. Если люди выбирают направление политического убежища, они сидят и ждут, ждут вызова на интервью. Но если вдруг по какой-то срочной причине человеку срочно нужно полететь домой, потому что у него что-то произошло, он обсуждает с адвокатом, если всякие форс-мажорные ситуации в нашей жизни бывают. Мы живём в чужой... как бы мы приехали в чужую страну. Значит, вы приехали в чужую страну, и что-то у вас случается дома. И вам форс-мажором нужно лететь... Нужно лететь домой. Вам есть все возможности полететь домой, только на это нужна... Блин, да что ж такое, я вся в этом баблась. И вы предоставляете документ по какой причине и какое основание, понимаете? Я просто уже не могу... Вот вы мне задаёте вопросы, а потом дебильные вот эти вот какие-то комментарии пишете. Я же сказала, здесь можно остаться по четырём причинам. Экстраординарика, политика, брак и студенты. Всё. И мой вам совет, если кто-то из моих подписчиков собирается сюда, решайте этот вопрос. Плюс, если человек выиграл грин-карту, это, конечно же, другая история. Сейчас всё очень сложно. И сейчас все иммиграционные моменты заморожены, потому что карантин. Вот и всё. Поэтому я ухожу с эфира, я не могу просто... Люди, вы задаёте мне вначале куча-куча-куча вопросов, а потом вы начинаете писать. Я вам сказала, что я обошла множество адвокатов, и вам рекомендую Илону, которая у меня указана... Мой адвокат, она указана у меня в сторис. Если кому-то нравится, кому-то не нравится, я вам говорю, что прохожу я. Вот и всё. Я прошла здесь нескольких адвокатов, и каждый адвокат мне рассказывал разные варианты, что я могу и что я не могу. Шумно, потому что приехал гарбичный трак, и забирает гарбич с соседних домов. Всё. Поэтому я вам не могу уже просто доказывать. Вы меня спрашиваете, и я вам отвечаю, что в Америке нужно оставаться легально, и не нарушать правила и закон. Всё. Прилетела я сюда как турист, продлила раз, продлила два, а сейчас делаю документы. Всё. На этом разговор закончен.